Здравствуйте друзья! Добрый день! Светлана зачитывает вопрос. Давай, Света. У меня вопрос по системе образования США. Ранее вы приглашали в гости преподавателей школы, средней школы системы образования США. Можете ей переадресовать вопрос или взять в интервью. Интересует следующее. В России очень часто стали вы смеивать систему образования США, что пятый класс у нас, это седьмой в США, что знаний дают очень мало и что система не развивает логическое мышление. Вот такой вопрос. Значит, я вспоминаю вопрос, я немножко там подрезал его, потому что там была просьба, вот дайте мне учебники посмотреть, там для третьего класса, пятого, седьмого по биологии, физике, химии. Я сравню, значит, там программу. Значит, я начну, может быть, вот с чего. Когда мы только приехали в США, а это уже 25 лет назад было, да? То есть мы тогда сравнивали с системой такой кондово-советской. Вот не современная Россия, которая 25 лет спустя, а вот тот Советский Союз, который в космос летал, правильно? Которого весь мир боялся там и так далее. Ну и мы сравнивали публичную школу, государственную школу. Государственную. Нет, так мы и сейчас государственную. Нет, вот сейчас у меня все-таки такой больший вопрос. Это отдельная линия, может быть, поскольку у нас внучка учится в частной, это отдельная линия. Но у нас дочь училась в государственную, там приехала и пошла в седьмой класс к вам, да? Значит, что сказать? Люди, которые тогда приезжали, вот это наша беженская волна, да? Еврейская беженская волна. Это были люди образованные. Там процентов 20 вообще там с учеными степенями. И все там были такие инженеры, яйцеголовые, значит, такие все. Грамот написали, это точно. Писали, Света, это ты не наступай на больную мозоль. Писали изумительно, хорошо владели языком там русским, но говорили сочно, грамотно, хорошо. Так вот, вот эти люди, а они как раз были особенно чувствительны, понимаете? К образованию, к естественным наукам, естественно, нас-то ведь учили. Понимаете, что главное, это же естественные науки. У нас формально в советской школе был там русский язык и была литература. Но и даже много часов было. Русский язык и литература в учебном плане занимали довольно много времени. Да, и они все-таки выучивали в рамках этого учебного плана детей, ну, наверное, в больших городах только, грамотно писать все-таки, да? Да. Но не более того, то есть у нас вот изучение языка и литературы, языка, да? Да. Оно ограничивалось именно правильным написанием, да? Были какие-то стандартные, очень убогие сочинения, которые дети высасывали из пальцев. Да, сочинение из трех частей. Введение, основная часть и заключение. Вот это была схема, так сказать, которую нам всем объясняли. Значит, я что хочу сказать. Советская школа не учила людей гуманитарным таким навыкам. Это не была господская школа. Господская школа – это школа, где учат языки, философию, логику. Понимаете, если вы, ну, я понимаю, что большинство людей, которые нас слушают, не изучали там историю педагогики. Но если вы глянете в историю педагогики или в моем изложении, так сказать, приобщитесь, то всегда было образование для господствующего класса. Это был один слой. И было образование для рабсилы. Вот сейчас называют рабсилы. Когда-то это были рабы, потом там были, значит, кто там они были? Не такие рабы. Потом были строители коммунизма. Ну, то есть разновидность рабов, которым внушили, что от них что-то зависит. Но вопрос в чем? Класс, который не господствующий, а класс, который должен заткнуться и делать, что ему говорят, изучает те вещи, которые позволяют ему выполнять то, что ему предназначено выполнять. Что ему предназначено? Копать, сеять, детальку на станке токарном обрабатывать или шлифовальным. Конечно, есть вот проблемная группа в этом все. Она проблемная. Потому что они должны побольше знать, эти люди. Вот инженеры, знаете, там ученые. Вот с ними всегда проблема. То они диссидентствуют, там они недовольные, тут они еще чего-то. Понимаете, вот эта проблема, что у них мозги какие-то. Вот они все время норовят их включить. Понимаете, вот это тяжелая группа. Так вот, к чему я говорю? Что дело не в том, что вот им сейчас в России 25 лет спустя говорят, что здесь там какое-то вот образование, то, что тут седьмой класс, там пятый класс. Мы, когда приехали, был такой процесс, через который проходили все дети. Значит, все дети шли куда-то там в дистрикт школьный и сдавали тесты по математике, по английскому. И, значит, у них есть такая как бы формулировка, вот какому уровню соответствует вот человек, ответивший на этот тест. И они говорят, допустим, вот если ты ответил на этот тест вот так, то ты соответствуешь, скажем, там девятому классу там третий месяц в среднем. Потому что понятно, что в американской школе в девятом классе у людей очень сильно, значит, там есть разброс знаний. Ну, тем не менее, вот как-то усредненно. И когда наши дети приходили там после четвертого, там, не знаю, иногда даже третьего класса советской школы, им давали тест математический, они все оказывались, ну, в смысле, по результатам теста чуть-то там не в девятом классе. Вот то, что сейчас говорят, там, пятый, седьмой, два года, это вообще ничто. У нас девочка приехала там после пятого класса, на самом деле четвертого. Их там перебросили из третьего сразу в пятый, так получилось. Фактически после четырех лет советской школы, она там, на девятый класс у нее была математика. Ну, и чего? Ну, ну да. Не, ну дай я скажу. Да, давай. Дело в том, что любая система образования, она, в общем-то, хочет, чтобы все-таки, тем более, уровень экономики требует, да, чтобы все-таки люди действительно логически мыслили. То есть она должна формировать у них какое-то логическое мышление и так далее. Почему-то в России исторически там возникло, что логическое мышление вообще и сообразительность нужно формировать на предмете математики. И очень много сил было брошено на изучение математики. Считалось, что здесь человек хорошо успевает математики, вот он тогда будет сильно логически развитый. Но дело все в том, что логика сама по себе, она вообще-то не связана ни с таким предметом. Ее можно учить на абсолютно любом предмете, все зависит от того, как ты это делаешь. Ну, естественно, научная логика такая ты имеешь в виду, не житейская. Ну да, да. Но дело все в том, что, нет, ну понимаешь, как житейская. Здесь, например, очень много внимания уделяется языку. Причем не просто языку на уровне правописания там и чего-то такого, а именно языку как способ изложения своих мыслей. И если задуматься об этом, то это и есть логика, да. Если ты в состоянии связать два слова, изложить свои мысли, чего в советской школе никто не умел делать. Вот эти все, почему я сказала, что там сочинения так всяко писали, да. Учили их как-то писать, но там не было ни логики, ничего. Все это было стандартное, шаблонное. Заучено, зазубрено, да. Здесь их учат выражать свои мысли, причем учат выражать свои мысли очень серьезно. И уж поверьте мне, оно логику развивает ничуть не хуже, чем задачи по математике. Свитик, ну да. Что касается общеобразовательной школы, то действительно, да, наша дочь приехала сюда, ее взяли в седьмой класс. И что-то там, по-моему, начиналась таблица умножения. Взяли ее по возрасту в седьмой класс. Просто по возрасту, да. Ну, потому что там ей училинство совершенно шесть, в общем, это не важно по чем. Значит, дело дальше вот в чем. Система образования в общеобразовательной школе, она отличается от советской тем, что, если в советской школе учат какие-то предметы, естественно, научные, много лет, да, там, физику, биологию, химию, там, химия одного года, второго, третьего. Достаточно много лет учат, да. Да, то здесь учат вот эти предметы в течение одного года. И вот, например, всю физику, весь курс физики проходит за один год. То есть начинается буквально там с прямолинейного движения и кончается оптикой. Это физика для всех, потому что есть физика более углубленная. Да. Значит, выбирать классы можно, начиная с хай-скул, то есть выбирать классы можно самому, начиная с девятого класса. До этого, в общем-то, расписание довольно стандартное. Но, если ребенок очень хорошо успевает по всем предметам, то его переводят в класс для особо одаренных детей, где программа немножко отличается. А общеобразовательный класс не напрягает. Основной принцип вообще американской школы, чтобы детям нравилось ходить в школу. Нравилось ходить в школу, нравилось делать уроки, чтобы это не обременяло. Их не унижают, понимаете? Это отдельный вопрос. Значит, для меня всегда был вопрос вот какой. Дело в том, что вот если сравнить здешнюю школу, общеобразовательную, публичную, государственную, с системой высшего образования в университете, то есть очень большая разница в уровне нагрузки, которая приходится на одного студента. Да, это правда. И получается так, что человек, который там 11 лет бил баклуши, действительно на уроки уходил у него 15-20 минут, если он попадает в настоящий университет, не в Уф-Сити-Калыч, да, там, который дает там... И даже в Уф-Сити-Калыч. То сразу у него возникает огромное количество уроков. У человека, который не привык трудиться, да, то вот это для него большая проблема. Как ему встроиться в этот процесс, наверное, не все устраиваются. Но, с другой стороны, у них есть в старших классах, для детей, которые отличаются более предметовыми знамениями, у них есть так называемые курсы более усложненные, это называется IP-классы. AP, да? Advanced Placements. Да, и эти классы, это фактически уже то, что проходится в колледже, проходится в университете. То есть, если ребенок склонен, да, к изучению более углубленному какого-то предмета, то он теперь может их брать в школе уже в старших классах. Можно я скажу слово? Значит, дело в том, что американская High School – это школа, в которой очень много детей определенного возраста. Вот я, например, учился в школе возле дома, да, и у нас было, по-моему, 4 класса на параллели. Вот был А, Б, В, Г, да, вот у нас было 4 класса. Когда это подошло там к 9-му, 10-му, там не все шли в 9-й, 10-й, их там стало 3. Поэтому, значит, что получается? А здесь в этой High School детей, ну, 4 класса по возрасту, их может быть легко, например, 2-3 тысячи. Это позволяет создать невероятное разнообразие по глубине, в частности, разных классов. Например, вот если ты, скажем, пришел в 9-й класс, и ты интересуешься или ты видишь себя где-то в инженерном деле или там в каком-то, ты начинаешь в этом направлении брать классы. Причем, в зависимости от того, какой мейджор ты хочешь выбрать в университете, значит, ты начинаешь брать те классы, которые там как-то вот на это влияют. И, например, вот наша дочь, да, вот как частный случай, значит, когда она закончила свою High School, у нее уже было на кредитах на 2 года в университете. То есть из 4-х лет, которые она училась в High School, 2 года ей засчиталось в университет. Ну, единственное, что она не хотела заканчивать за 2 года, она все равно училась 4, потому что она так хотела. Но, в принципе, то есть я что хочу сказать, что этот уровень исключительно высокий, это первое. Второе, здесь не заставляют человека, понимаете, вот чем, например, была ужасна советская школа. Вот сидят люди, вот мы все сидим в одном классе, там нас 30 человек. Из этих 30 человек, например, 8 хотят пойти куда-то там в институты поступать. Еще, может быть, там 6-7 хотят пойти куда-то, может быть, в техникум или там как-то вот так. Остальные вообще ничего такого не хотят. Они, может быть, на завод пошли были, там, ну, я не знаю куда, на стройку. И мы сидим в одном классе, и нас гоняют по одной программе. Из-за этого часть, треть класса, это люди, которых постоянно унижают, оскорбляют и так далее. Еще треть класса, более продвинутые, это люди, которые не догружены, они не занимаются так, как могли бы и должны были бы заниматься. И в итоге получается вот такое месиво бездарно. Значит, тут еще есть тонкость, Свет, я хочу сказать. Дело в том, что сейчас, конечно, совсем не то, что было 25 лет назад, когда вот мы только приехали, потому что очень развивается научно-технический прогресс. В силу этого количество людей в обществе, процент, не количество, процент людей в обществе, которые должны быть сильно умные, образованные, продвинутые и так далее, потребность снижается. Вот если, скажем раньше, 30% надо, чтобы соображали более-менее, чтобы обеспечить все население там на каком-то уровне, то сейчас 5% могут это сделать. Остальные так, вот кто в ресторане там... Тем не менее, после публичной школы 100% выпускников идут сидикал. Ну, не... Почто не 100%, близко к тому, да. Близко к тому, да. То есть часть идет в университет, но все остальные идут сидикал. Никто после этого не идет просто на работу, потому что понятно, что просто так не очень. Ну, разные есть группы, скажем, мексиканцы прекрасно идут на работу. Отдельно, отдельная история. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что школьная система образования, университетская тоже, но особенно школьная, существует в обществе и финансируется обществом. Не для того, чтобы люди там получили хорошее знание математики или физики. Или даже английского языка. Значит, задача школы это сформировать гражданина этой страны. Гражданина. Это человек, который честный, это человек, который трудолюбивый, человек, который... Достоинство. Имеет собственное достоинство, он уважает других людей, он уважает труд других людей. Ну, целая система ценностей. Целая система ценностей. В американских школах не списывают, понимаете? Не списывают. Не потому, что тебе не дают списать. Даже мысли ни у кого нет. Мысли не возникает списать, понимаете? Это самоуважение. Он не будет списывать. Поэтому, значит, формируется гражданин. Вот эти вот, которые... Да, теперь мы переходим вот к чему. Значит, мы говорим о том, что вот они там где-то живут, и вот им там объясняют, что американская школа фуфло, а у них школа там хорошая. Значит, если вы послушаете людей моего возраста, да, или там, может быть, на 10 лет моложе, тех, кто застал советскую школу и может ее сравнить с российской, современной. А я не могу так сам, но я вижу и слышу много людей. И они мне все в один голос говорят, Миша, говорят они, то, что сейчас в школах происходит, несопоставимо вообще с тем, что было в наше время. Вот мы критикуем то, что было в наше время, а сейчас они говорят, такая помойка, понимаете? Где учитель низведен, учитель вообще никто, понимаешь? В наше время учитель там... Боялись. Подожди, учитель, боялись. 30 лет, учитель с 30 годами стажа получал как полковник советской армии, понимаешь? Он, учитель хорошо зарабатывал, он был достаточно почтенен, его... Вы не могли нахамить учителю в школе, вы чего? Выгнали бы из школы. Вы чего? Понимаете, сегодня система образования тамошняя выглядит как абсолютно разложившаяся, по сравнению с тем, как она была. Это упадок. И вот эта упадочная система, вместо того, чтобы людям давать знания, вместо того, чтобы воспитывать гражданина... Хотя, может быть, вот того гражданина, вот того общества она прекрасно воспитывает. Может быть, вот этот вот гражданин, который там у них растет, это именно то, что востребовано. Понимаете? Вот. Вот такой гражданин. Значит, его учат, как обмануть, как схитрить, где взятку дать, где закон обойти, кому подлизаться и кому подлизать. Понимаете, вот он... А вопрос был просто вот о содержании обучения, да? Воспитание — это отдельная статья. Программа. О программе, да? Так вот, в общеобразовательных школах, которые умличные, паблик в школах, которые государственные, там, наверное, своя программа утвержденная. И, как я уже сказала, очень много внимания удивляется английскому языку и способу общения на этом языке. И дети выходят, они после там окончания школы являются очень хорошими спикерами в обычной школе всяком. Может, они и по математике там не очень, и физику совсем не знают, и про химии имеют отдаленное представление. Но если им нужно донести вам свою мысль, они донесут на хорошем языке, приведут все аргументы, и вы скажете, вау. И до Саши это все будет логично. Я однажды был потрясен, Свет, строительный рабочий, который у меня в классе учился, ему чек с инемплеймента задержали. Он произнес речь, Света, у меня глаза вылезли на лоб, строительный рабочий, парень лет 30, минут 15, как сенатор говорил. Поэтому это к вопросу о логике, да, где у нас формируется логика, какими способами. Теперь два слова хочу сказать о частной школе, да, у меня внучка учится в частной школе. И здесь так построена система образования, что в принципе учебные планы и программы разрабатываются не единые на всю страну, а каждая частная школа может свои себе делать. Расчасовки, сколько они часов на это уделяют, сколько часов на это, опять же размер учебных групп разный. В общем, в частной школе гораздо больше свобод. Так вот, я смотрю на то, что проходит моя внучка. Ну, вопрос, конечно, первый, она учится в третьем классе. Им задают домашнее задание, вот я помню себя в третьем классе, да, но, наверное, я это делала, может быть, медленнее, потому что она это делает раз-раз, 15-20 минут у нее все сделано, причем это касается математики и это касается английского языка. Что касается содержания вот того и другого, это очень смешно наблюдать, но они изучают практически то же самое, что и мы изучали, да. А сейчас они проходят там умножение в столбик, деление в столбик. Даже так? Да, да. Ты знаешь, это очень смешно, оно немножко у них по-другому выглядит, вот, но, тем не менее, все очень похоже, как мы учились, да. То есть, вместо калькулятора все-таки они… Да, и по английскому языку они учат структуру предложения, в английском языке там есть свои какие-то нюансы, они очень сильно работают с языком. Да. Слово туда, слово сюда, вопросительные, наречия там, все это, все-все-все, у них очень подробно. И для меня в этом смысле даже некоторое удовольствие, потому что, когда моя дочка учила в школе, мы тогда как-то не очень в это вникали, она уже сама там делала уроки, и действительно у нее был там курс физики, начинается вроде легко, а дальше уже идут такие дебри, что вообще непонятно, о чем речь идет. А здесь как бы все понятно и очень просто, и понимаешь, что действительно им дают качественное образование. Но при этом они на вступительном собрании с родителями говорят, что ребенок не должен делать домашние задания долго. Если он делает домашние задания долго, это неправильно, то есть они задают такие задания, чтобы уроки больше, чем полчаса дети не делали. И ребенок уехал в школу, что самое удивительное, с огромным удовольствием, мы когда отдыхали в Мексике, Саша сказал, мне тут очень нравится, но вот если бы только тут была моя Pinewood School, тогда было бы все отлично. То есть они в государственную, с самыми низкими рейтингами, дети бегут как на праздник. Да, но это потому что отношения, но в этой школе помимо отношений, у них очень много, вот мы позавчера буквально в пятницу ходили, у них было в школе Mother's Day, это поздравление мам. Очень хорошо это все было трогательно обставлено, значит каждый ребенок там в течение года в тетрадку выписывал какие-то стихи, связанные там с мамами, на свое усмотрение. Дальше они должны были выучить по одному стихотворению этому, каждый выходил на сцену по одному, вся эта параллель, вот их третий класс выходили на сцену по одному. Когда при входе нам раздали места, где мы должны сидеть, чтобы мы сидели в определенном месте каком-то, дети по очереди выходили и зачитывали это стихотворение. Потом они показали слайд-шоу, как дети там были в течение года, разные детишки, там слайд-шоу, фотографии, и потом они вышли на ксилофоне, там сыграли какую-то мелодию, что-то такое спели. Все это было очень трогательно, очень нежно, и самое главное, что эта женщина, которая вела это все, я не знаю, кто она, завуч или она учитель, она привела туда свою маму, и она своей маме тоже точно так же, как все дети читали стихотворение своей маме, она своей маме прочла стихотворение, и все это было очень трогательно. И вот это такие моменты, когда формируется, собственно, игра. Слушай, а как они? Выходят там 30 человек и там какой-нибудь бабахают мюзикл? Ну, это отдельно. Это отдельно, но у них и театральная, и речь, и сочинение, и газета, собственно, издается, понимаешь? У них они вот в этом году в конце каждого года, уже начиная со второго класса, они каждый год готовят мюзикл. В этом году у них будет 101 Donation. Мюзикл, и у Саши там несколько ролей, она должна все это заучить, и там песенки. В общем, все это очень действительно развивающе. Я не могу сказать, что американская школа чем-то плоха. Она другая. Света, это более господская школа. Нет, она другая, чем русская. Поэтому я бы не сравнивала, да, что вот дайте нам учебники, я сейчас вот сяду и сравню пример с примером, задачу с задачей. Не надо это сравнивать. У меня другие задачи, здесь и развитое общество, и этому обществу нужны кадры определенной квалификации. И в хорошей школе дети грамотно пишут, да. Дети, которые имеют способности там к математике, физике, химии и так далее, получают здесь такие возможности, которые отсутствуют. Конечно. там, скажем, в Российской Федерации в школе. То есть уже вот, как я уже сказала, что классы начинают выбирать с девятого класса, да? Но уже, по-моему, шестого-седьмого уже можно перейти в другие классы, где большее количество часов на какие-то определенные предметы. То есть, когда ребенок там проходит тесты на особо одаренного, то его можно перевести в параллельные классы. Вообще интересно, что здесь школы, да, вот почему говорят high school, да, middle school, elementary school. Это действительно разные школы. Имеется в виду, что это разные помещения школ. Здесь начальных школ очень много, и они поменьше размеров. Они маленькие, да. Они находятся близко к дому ребенку, чтобы его удобно было туда отвезти. Потом идет небольшое укропнение, да, и middle school становится меньше, и дети сразу из нескольких начальных школ идут в одну middle school, среднюю школу, да? А потом high school идет еще большее укропнение, поэтому high school они огромные, они как университет. Там тысяча. Целый кемпус, и, конечно, большие возможности по внеклассной работе, там и будут музыкальные какие-то занятия, и футбол, и баскетбол, и бассейн. То есть там, поскольку финансы объединены все в одном учреждении, то гораздо больше возможностей по внеклассной работе и по предоставлению разных классов. Я помню, например, вот когда там было требование физкультура, вот нужно было физкультуру брать, но способов удовлетворить требования по физкультуре было много. Например, наша девочка ходила в джаз-дэнс, не просто танцы, а джаз-дэнс. Там такая физкультура была, Свет, мы такой нагрузки не имели. Да, то есть для детей, конечно, гораздо больше возможностей для их развития вот в таких больших учреждениях. Еще одна интересная особенность. Здесь нет класса, вот как у нас был класс, в котором ты ходишь на разные уроки. Вот сейчас… Да, в старших классах. Да. Вот у Саши сейчас, да, у нее есть класс, и у них кабинетная система, и они на каждую уроку ходят другой кабинет. В третьем классе. Да, в третьем классе. А вот уже в high school, в старших классах, да, там, поскольку идут классы по выбору, то каждый ребенок, они, наверное, формально приписаны к одному, какой-то учебной группе, да, но дальше у каждого ребенка свое расписание, и он может пойти на класс, тот, который ему нужен, и встретить там детей, вот там, если есть там тысяча студентов, сколько там на одной параллели, студентов совершенно любых может встретиться. Идет такой микс этих детей, то есть они, с одной стороны, знают разных детей больше по интересам, чем по организационной какой-то структуре. С другой стороны, я бы сказала, что это мешает какому-то таким установлению некоторых дружеских отношений, потому что они видятся, да, они видятся с этими детьми только во время уроков. И это тоже… Ну, первое не было. Ну, да, но это тоже отдельная история, потому что, например, вот здесь так построена система образования, что очень много индивидуального, да, и вот я помню наше детство, да, и детство наших детей, когда на детской площадке, например, дети быстро начинали знакомиться, когда они видели примерно одинакового возраста ребятишек и вместе как-то играли. Здесь можно прийти на площадку, и если ты не пришел с кем-то, со своим приятелем, никто не будет ни с кем знакомиться, каждый будет играть в свою игру. А разные дети могут знакомиться? Нет, вот не знакомятся. Как-то у них так это все индивидуально. Ну, не настолько social, как мы были когда-то, да. Да, поэтому старшие классы, когда они встречаются друг с другом только во время уроков, не завязываются десные какие-то неформальные отношения. В этом смысле американцы, они более индивидуалистичные, они больше так вот ценят свое прайвиси, они могут, конечно, они будут очень любезны, они могут с тобой поговорить там на какую-то тему, но вот нету действительно таких вот отношений, к которым мы привыкли дружески. Но, Света, если ты вот приехала из другого города, или если ты приехала там из, не знаю, там Москвы, Киева, Минска, там, я не знаю, Бишкека, и твой ребенок идет в девятый класс или в десятый класс сразу в high school, то познакомиться со всеми и завести какие-то отношения – это некоторая проблема. Но если ты посмотришь на детей, которые там все время живут, то ты увидишь, что они вместе ходили в elementary school, потом они вместе ходили в middle school, за это время у них уже давным-давно развились очень тесные дружеские отношения, они ходят друг к другу с ночевкой, вот это вот sleepover, но они вместе очень-очень давно… Мы, конечно, рассуждаем с эмигрантской точки зрения, да, потому что наш опыт был такой эмигрантский, это правда. Вот поэтому американцы… Я помню, когда наша девочка приехала, мы приехали из Сан-Франциска, и она сразу пошла в девятый класс, вот тут, в Лос-Алтовской школе, и мы говорим, как там, друзья, туда-сюда, она говорит, ты понимаешь, вот они с elementary school вместе, у них тусовка, а они вместе знают друг друга уже там 9 лет. Ну, да, как-то… Ну, правильно? И они живут в этом городе, они там как-то еще общаются и так далее, поэтому не то чтобы у американцев вот этого нет, но просто эмигранту надо вписываться в сложившиеся группы. Ну, американцы с одной стороны, с другой стороны вообще в целом, у них, конечно, дружеские отношения совершенно на другом уровне, то есть это просто как-то… даже когда они приходят, вот это слеповар, да, с ночевкой друг другу в гости, это все равно не такие близкие отношения, вот как мы привыкли с нашего детства, да, друзья, на всю жизнь. Ну… Самые заветные секреты нет, там какие-то границы существуют. Они в большей степени уважают это privacy, как бы не лезть в чужие дела, это… Знаете, какие дети самостоятельные, вот они идут с родителями куда-то, да, я не знаю, там, маме нужно на appointment к врачу, значит, она сажает ребеночка в холле, да, и он сидит со своим там девайсом, гоняет какие-то свои игры, или там какой-нибудь YouTube смотрит, или там еще что-то, то есть они на самом деле с детства очень самостоятельные, вот ты заметила, насколько они самостоятельные? Нет, вот мне слово самостоятельные не нравится, а мне нравится больше слово самодостаточное. Самодостаточное. Потому что к самостоятельности это не имеет никакого отношения, они могут быть очень инфантильны при этом, но они действительно со своей… ну, просто сегодня технологии такие, раньше было меньше… Раньше книжку читал. Вот, раньше книжки… И, кстати, книжки тоже, вот я смотрю на Сашу, Миша ее забирал на той неделе, она сделала уроки и сидит читает книжку, вообще никто ей не нужен, толстенные книжки с собой таскает и сидит читает их. То есть у них свой план на жизнь, и они как бы не требуют внимания особо. Вот, поэтому это другой мир. Значит, это не то, что вот вам говорят, они там… то, что они не знают естественных наук там и так далее, это тоже вранье, но то, что касается логического мышления, то, что касается там вообще развития в целом и так далее, это просто чудовищная ложь. Чудовищная ложь. Они очень много получают именно в смысле… Конечно, развитие. …вот именно в этом, в этой части. И всегда получали больше в этой части. И сейчас, и при советском… при советской власти, вот когда мы там жили и так далее, это совершенно другая система образования, которая именно в этом на голову сильнее. и я понимаю, что вы вроде слушаете с этой стороны или с той стороны, но вы же знаете, например, где находится компания Apple, Microsoft, Google, где находится Boeing, понимаете, и даже такие вот, может быть, знакомые вам там на месте компании, как Chevron, например, или там Exxon, они тоже, понимаете, они вот все-таки где-то еще находятся. Вот, поэтому одно дело сделать Android, понимаете, а другое дело там купить его и… И говорить, что где-то система образования. И говорить, что где-то система образования, да, понимаешь. Поэтому я бы вот не стал уж прямо так вот наивно к этому ко всему относиться. И сравнивать задачки из учебников. И сравнивать задачки из учебников, нет. Значит, еще раз, дело в том, что учебники разные. Если вы идете в продвинутый класс, то у вас такие задачки будут. Это университетские учебники. Да, они сложные. Они в школе уже учатся по университетским учебникам в High School, если они движутся там в каком-то направлении. Они просто… Да, здесь можно, например, в старших классах, вот я говорю, что идут предметы по выбору, начиная с 9 класса, а можно, например, вместо того, чтобы заканчивать школу, да, то есть учась в школе, какие-то классы брать в школе, а какие-то классы уже ходить в колледж брать, так тоже нужно. Если это происходит таким образом не во всех школах, не все школы достаточно большие, особенно в сельской местности где-нибудь, не все школы предлагают такое разнообразие продвинутых классов. Поэтому что происходит? Ребенок часть классов берет в самой школе, а часть классов он идет в City College и там добирает. То есть он заканчивает школу, беря классы в City College. Это тоже общепринято, это со всех сторон такое бывает. Поэтому… И даже здесь у нас, где школы большие, казалось бы, есть все, тоже в некоторых направлениях дети ходят в City College, потому что у них в школе этого нет, что-нибудь там специфическое. Так что вот я думаю, что в смысле сравнения систем мы, наверное, сравнили. Да, Света? Да, я думаю, да. Ну, могу еще два слова сказать по поводу домашнего обучения. У нас есть знакомая, у них девочка очень одаренная, она музыкантка. Да. И она со своими занятиями музыки никак не вписывается в систему никакого вот общественного образования, ни в частной школе, ни в государственной школе. И они сделали ей систему обучения на дому, к ней приходит учительница, и она делает домашние задания. Наверное, не одна, да, там разные. Ну, там разные ходят учили, да. И она по своим занятиям опережает вот тех сверхников, которые учатся в государственных школах. То есть она, ну, она способная девочка, она работает много, и она учится быстрее, чем... Ну, естественно, там, где класс, там, немножко медленнее, а тут уже под нее подстраивается. Вот, так что и такие способы воспитания и обучения есть. У нас есть с ней видео, она там играет из Чайковского времена года. Она замечательно играет, по-моему, Май, мне кажется, она играет. Вот, так что, да. В общем, система разнообразная. И если вы, как бы, обеспокоены тем, где, чему и как учится ваш ребенок, то у вас инструментов воздействия на это, ну, уж никак не меньше, да, чем там, где вы сейчас живете, так бы я сказал. Счастливо, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok